Высказывайте своё мнение, кто участвует в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Не болит корректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие дамы и господа. В эфире не болит корректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200, вы можете нас слышать. Через ваше радио на волне 14.30 АМ. 99.110 АМ. Также вы можете нас видеть и слышать на нашей веб-страничке radio-nvc.com. Ну и, конечно же, у нас на страничке Facebook Radio NVC и на нашем канале YouTube Radio NVC. Ну, зайдя на нашу страничку в YouTube, пожалуйста, если вы этого не сделали ранее, нажмите кнопочку subscribe, будете полноправными участниками нашего YouTube-канала. И еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, я бы хотел сделать небольшое объявление перед тем, как мы начнем нашу передачу. Объявление будет о том, что вот в вторник на следующей неделе неполиткорректное ток-шоу выйдет в 12 часов дня вместо программы Яна Йоффе, так как Ян не будет у нас в эфире в эту неделю. Поэтому все те, которые интересуются нашим неполиткорректным ток-шоу, пожалуйста, настраивайте ваши радиоприемники в 12 часов дня, и мы будем с вами общаться. Вот такое объявление. Ну, и давайте начнем нашу программу. А начнем мы ее с того, что, ну, до сих пор в Палате представителей происходит абсолютнейший бардак, полнейший беспредел, и все это связано с тем, что кто-то требует импичмент нашего президента, кто-то этого делать не хочет, кто-то хочет, но не считает это благоразумным и так далее. В общем, короче, там их лагерь демократов раскололся на большие и мелкие куски, в зависимости от того, кто как относится к идее импичмента президента. Ну, давайте начнем это именно с того факта, где сама Нэнси Пловси, вот она, конечно, ей не позавидуешь, она обязана как-то лавировать между вот этими всеми фракциями и коалициями, которые хотят, не хотят, желают импичмента, считают он ненужным. Вот она как-то лавируя, то она выступает в ночном или вечернем шоу Джимми Киммел, где она кричит, что, конечно же, президент заслуживает импичмента и заработал импичмент на все 100%. Потом она выступает на пресс-конференции, и вот тут интересная вещь. Буквально два-три дня тому назад она выступала на одной из пресс-конференций, где она вдруг ни с того ни с сего сочла нужным объяснить базе своих, ну, вернее, своей базе или своему электорату, причем, наконец-то, она вот в этом выступлении дала понять, что она не очень их уважает и не очень уважает их умственные способности. Так вот, она решила вдруг объяснить, что такое импичмент. И было это очень интересно слушать. Почему? Потому что, как она выразилась, она сама, вообще-то, узнала, что такое импичмент лет 50 тому назад, потому что до этого она никогда об этом не слышала. То есть, она имеет в виду, конечно же, импичмент, который должен, которого избежал президент Никсон, но, тем не менее, разговоры по этому поводу были. Вот. Ну, и она так мягко перешла к ее теперешнему электорату, где она попыталась объяснить, что, ребята, вы поймите, импичмент, это не значит, что вот мы сейчас объявим у нас в Палате представителей импичмент, и тем самым уберем президента Трампа с поста президента. Вы должны понять. Кстати, это касается всех тех, которые, ну, типа, там, Леньки Могилевского, как его нежно называет Сергей, то есть, Ленька Могилевский, вот с тех пор, как Трампа выбрали, избрали президентом, у него прямо вот слюни текут от одного слова, он как собака Павлова. Как только он слышит слово импичмент, у него начинается обильное слюневыделение, и он уже все, он уже готов, вот завтра произойдет импичмент, и Трампа уберут. Хотя, в принципе, узнать, если у Леньки, что же ему такое плохое сделал Трамп, я вряд ли он сможет на это ответить. Но, тем не менее, импичмент – это очень длинный, очень длительный и очень кропотливый процесс для того, чтобы его довести до конца. Для того, чтобы произошел импичмент, нужно, как минимум, решение большинства в палате представителей. Потом это решение передается в Сенат, в Верхнюю Палату, где большинством это предложение должно быть принято, и тогда создается процесс импичмент, в котором могут убрать президента с его поста. Теперь, само понятие определения импичмент, ну, для тех, которые, может быть, не совсем правильно понимают, вот именно это определение, импичмент – это своего рода обвинение. То есть, от того, что президенту объявляется импичмент кем-то, это ровным счетом ничего не значит. Ему просто выносят обвинение в чем-то. Теперь, вот когда Верхняя Палата согласна с этим обвинением, вот тогда президента признают виновным в этом обвинении, и тогда следует процесс ухода с поста. Но на сегодняшний день проблема Нэнси Пелоси и тех, которые даже хотели бы иметь импичмент, проблема вся в том, что у них нет большинства в Сенате. И проблема в том, что если даже пару человек в Сенате, типа вот Метрамни, например, если даже он проголосует вместе с демократами, там все равно не наберется двух-третьих голосов для того, чтобы признать предложение Нижней Палаты действительно. Так вот, что теперь происходит? Допустим, Нижняя Палата признает президента, вернее, не признает, а выдвигает ему обвинение. Так? Теперь. Проблема в том, что, ну вот, 21 год тому назад, когда объявили импичмент Нижняя Палата республиканцев, то есть имеющая большинство республиканцев, и они объявили импичмент, на тот момент в Сенате все-таки превалировали демократы. И, конечно же, они импичмент Клинтона не признали. И тем самым, если Верхняя Палата не признает импичмент, это значит, что президент объявляется невиновным. Дорогие мои друзья, послушайте, пожалуйста, вслушайтесь вот в это определение. Его обвиняет Нижняя Палата. И если Верхняя Палата не поддерживает Нижнюю Палату, президент объявляется невиновным. А вот теперь вот откуда берется дилемма. А дилемма берется в том, что если сегодня они объявят импичмент нашему президенту, я имею в виду они, это Палата представителей, и это будет отвергнуто Верхней Палатой, это играет на руку республиканцам и на руку президенту. Потому что если президента признают невиновным перед самыми выборами, вы сами прекрасно понимаете, каким бумерангом это может вернуться к демократам. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я бы хотел задать вопрос Анатолию. Пожалуйста, я вас слушаю. Да, у меня вопрос немножко другого плана, не импичмента, а я сегодня получил такую информацию о том, что на границе с Мексикой захватили боевика, по-моему, Абу Хендрике, как-то вот так его зовут, и, значит, он начал давать вроде бы уже информацию о том, что, значит, там целый плац Айсис, который они планируют, значит, заслать через Мексику границу в Америку, ну, с последующими, так сказать, планами. Вот у вас есть какая-нибудь информация об этом поводу? Да, да, да. Сейчас давайте послушайте по радио, пожалуйста. Тот, кто только что позвонил, вот я не принял звонок, прошу прощения, перезвоните. Так вот, по поводу, вот у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Даже хочется сказать, что у вас такая старая информация, что сегодня в 9 утра на WLS в новостях сказали, что это карга старая Пелоси сказала, что она не хочет импичмент. Она хочет видеть Трампа в тюрьме. Да, да, ну, конечно. Это просто она старая дура, бля. Ну, я уже не могу. Они все могут назвать их котят, понимаете? Это просто идиотизм. Да, согласен. Спасибо большое. Ну, конечно же, она хочет видеть Трампа в тюрьме. Трамп, наверное, ее хотел бы видеть в гробу. Не знаю. То есть я не решаю за Трампа, но я так примерно себе представляю, как он к ней относится. Хотя я вам скажу еще раз, в 80 лет, опять же, это ее выбор, поэтому я ни в коем случае ей не сочувствую. Но в 80 лет оказаться в таком месте, как говорится, между молотом и наковальней, я бы никому не пожелал. Потому что, с одной стороны, она пытается удержать власть над палатой представителей в своих руках, с другой стороны, эта власть, как уж в воде, просто сквозь пальцы у нее, очевидно, уходит. И она уходит не, как говорится, к старому фронту демократов, а она переходит к абсолютно оголтелому, абсолютно неразумному электорату радикалов левых, которые, даже Нэнси Полоси, даже такие люди, как Пэт Лихи, такие люди, как даже тот же Элайжа Каммингс, я в этом больше чем уверен, то есть они понимают прекрасно, что если власть полностью перейдет к левому радикальному крылу молодых представителей в палате, то они просто эту страну угробят, просто угробят. И я немножко позже вам объясню, почему я так говорю. Но, тем не менее, давайте так, по порядку. Значит, то, что Нэнси пытается объяснить своему электорату о том, почему она не хочет объявлять импичмент, и я абсолютно с ней согласен, она отца. Ведь Нэнси, в принципе, ее задача не убрать Трампа, ее задача удержать власть демократов как-то в стране в своих руках. Вот в чем дело. Трамп это всего лишь навсего, ну, скажем так, это небольшой пригорок на пути, как говорится, к победе. И вот его они могут как-то, допустим, там обойти, перейти и так далее. А вот потерять власть она боится больше всего. И она, если, ну, так это можно к этому относиться, она действительно переживает о своей партии, она действительно переживает о том, что произойдет в дальнейшем. Демократов нельзя обвинить вне дальнозоркости. Их можно обвинить в... Есть такое понятие по-английски desperate people do desperate things. То есть, ну, люди вот от безнадеги делают такие безнадежные поступки, совершают. И они принимают законы, которые потом же возвращаются к ним в виде большой беды. Ну, вот, например, они хотят передать власть от электората, да, в смысле, от института электората в руки, как говорится, народа. Но они прекрасно понимают, то есть те, которые давно в политике, что это может обернуться потом большой ерундой. Такой же ерундой, как произошло то, что Митч Мэкканелл отдал распоряжение не производить слушания в счет нового будущего судьи, Верховного суда Гарленда. Вот. А действовал он именно так, как когда-то действовал Хенри Вин. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам есть один вопрос и одно пожелание. Пожалуйста. Вопрос состоит вот в чем. Вы часто в своих передачах употребляете имя Ленька Могилевский. Да. Кто это такой, где он выступает, и на каком основании он выступает от всей русскоязычной общины? О, это хороший вопрос. Да. А пожелание, у вас недавно на студии вместе с Сергеем выступала адвокат Юлия Бигбова. Было такое. Да. Она была такая лояльная, такая ласковая, такая все положительная, просто поразительная. Угу. А вчера она выступала на вечернем радио. Да. На волне 12 часов вечером. Да, да. Она столько негатива выливала на все, что происходит, и в основном на президента. Да. Просто было неприятно слушать. У меня к вам пожелание. Когда в следующий раз она будет у вас на студии, обратите внимание на ее лояльность к нашей стране и к существующему президенту, которого она в своем выступлении называет так называемый президент. Да. Да. Я вас услышал. Спасибо огромное. С вами полностью согласен. Добавить ничего не могу, кроме того... Я по радио послушаю ответы на вопросы. Спасибо. Значит, по поводу Леньки Могилевского. Ну, эта фигура такая неоднозначная у нас в русской комьюнити. То есть, это человек, который... Как вам сказать? Так, чтобы все-таки не выглядеть хамом и невоспитанным человеком, я выражусь так. Это человек, который почему-то решил, что он предводитель русскоговорящей общины города Чикаго. Он себя как-то так позиционирует в том смысле, что он держит руку или палец на пульсе сердцебиения нашего города. И вообще, честно, непонятно, откуда он это взял, кто его назначил предводителем дворянства и кто его назначил вообще кем-то. Абсолютно человек... Ну, это мое личное отношение вот к нему. Мое личное. Это человек, который... Ну, очень неприятный, очень скользкий, очень... Я не потому, что он как-то, каким-то образом относится к президенту. Это человек, который вообще не признает, ну, никаких таких нормальных норм общения. То есть, если ему что-то не нравится, он тут же начинает называть оппонента неприятными словами. Тут же начинает сам дурак и так далее. Ну, это тогда, когда у него не хватает информации для того, чтобы как-то оппонировать своему... Ну, простите за туфтологию оппоненту. Вот. Поэтому мы с Сережей над ним всегда смеемся, потому что на Фейсбук он вытворяет такие чудеса, что вообще непонятно, кто он, что он и вообще зачем он там существует. Но, тем не менее, он вот такой вот человек. И еще этот человек занимается очень неприятным делом, которое нам всем, бывшим выходцам из бывшего Советского Союза, нам это неприятно и непристойно, это заниматься стукачеством. Вот это человек, который такой стукачок, сексот такой, который, если ему кто-то не нравится на пределах Фейсбук, он тут же жалуется администрации сайта и добивается того, чтобы этого человека как бы посадили так называемую Фейсбук-тюрьму. То есть там выключили его на дней на 30, на 40 и так далее. Ну, вот такой вот стукачок, такой вот слезняк. Вот. Поэтому, причем человек, который переходит на личности. Вот поэтому, то есть я вам дал примерно такое описание того, кто он и что он из себя представляет. Вот. Теперь, по поводу адвоката Юлии Бекбовой. Вы знаете, у меня в этом отношении, я вчера уже говорил об этом, у меня к ней такое отношение немножко двоякое. Почему? Потому что, когда у меня было, ну, имела такое удовольствие с ней пару раз пообщаться просто лично, вот лицом к лицу, не о политике, абсолютно приятная женщина, абсолютно замечательная мама, которая очень хорошо воспитывает своих деток, которая очень хорошо, ну, очень приятная в разговоре, будем говорить так. Ну, там, где касается политических взглядов, не могу вам ничего сказать. Почему? Потому что я ее тоже не понимаю. У нас с ней постоянные стычки на Фейсбук, именно на политические темы. Но после определенного одного разговора, который у меня с ней состоялся лично, я перестал с ней спорить даже на Фейсбук. Почему? Потому что я понял, что это человек, который играет двойную игру. То есть, она действительно очень, ну, по моему мнению, она хороший человек, она, ну, по каким-то причинам, когда касается политики, одно из двух. Либо она действительно ненавидит Трампа по каким-то причинам, хотя есть достаточно много людей, которые его ненавидят, вот, и с личным мнением, как вы понимаете, не спорят. Но, то есть, что-то происходит с Юлией, когда, как только она попадает вот в определенную среду. Она попадает в среду левых, она становится абсолютно левой, она становится абсолютно невыносимой к никаким мнениям, не совпадающих с ней. Вот, но, тем не менее, как только она выпадает из этой среды и попадает в нормальную среду общения, она становится абсолютно нормальным человеком. Дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу рекламную и потом вернемся, обязательно продолжим нашу беседу. Спасибо большое, оставайтесь с нами. Я вижу, у нас есть звонок. Пожалуйста, либо подождите на линии, либо перезвоните после рекламы. Спасибо. Спасибо огромное за то, что остаетесь с нами, за то, что участвуете в нашей программе «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Вы знаете, я немножечко с вами не согласна. Я все на уважение на то или ваше. Вы прекрасны ведут, что большое это прибавление к нашему радио, которое мы все любим. Но я опять-таки не согласна на счет позиции по поводу Юлии Питковой. Я думаю, что вы не хотите, наверное, на вашем радио сделать информацию, как это было на Fox News, которое все больше и больше теперь уходит влево при наличии таких вот беговых, понимаете? Так сказать, показывая другую точку зрения. Да зачем нам эта другая? Да мы все знаем эту другую точку зрения, которая нас выворачивает. Значит, а их выворачивает от нашей точки зрения. Ну, пускай они потерпят. Мы выбрали нашего президента. Она не то, что Невер Трампер, ваше беговое, которое вы говорите, она неплохой человек. И в том, что ее личность никого не волнует, какая она хорошая мама, или она прекрасная, приятная женщина с хорошим голосом, есть, так сказать, наигранным чувством юмора. Значит, это никого не волнует. А то, что она полнейшая левачка, и то, что она хочет, конечно, на нашем маркете стать более знаменитой, и себе поставить неплохой бизнес, понимаете? И еще внедряясь даже в это радио, да еще ко всему прочему, и бесплатно. Так сказать, показывая свою левую точку зрения. Ну, зачем она нужна? Спасибо большое. Я прошу прощения, я просто должен принять еще один звонок, но перед этим я вам должен ответить, ну, таким макаром. Я свою точку зрения высказал, я выслушал вашу точку зрения. Если честно, я не хочу превращать свою программу в политик грязью Юлии Бегбовой или даже того же Ленки Могилевского. Мне был задан вопрос, я на него ответил, я сказал свое мнение, и я честно не хочу отвечать дальше или превращать это в обсуждение позиции Юлии Бегбовой. Поэтому давайте мы продолжим. Я хотел бы ответить на вопрос того радиослушателя, который позвонил, спросил насчет перебежчика, члена банды Аль-Каиды и так далее. Дорогие мои друзья, вы понимаете, огромное спасибо человеку, который позвонил именно с этой информацией. Почему? Потому что, когда президент Трамп, когда он бьется за границы, закрытие границы с Южной, или с Мексикой, нашей Южной границы, вот вы понимаете, это настолько уязвимая, настолько ахиллесовая пята, вот эта открытая граница с Мексикой, причем о которой, прошу прощения, вот я честно, я по-другому не могу их назвать, дебилы-демократы, не понимают того, что через это сито, вот тех, того потенциального электората, который они сюда пытаются завлечь, они еще не привыкли к тому, что через это сито может точно так же просочиться любая террористическая ячейка, которая потом устроит здесь такое, что нам нелегальные мексиканцы или даже представители Центральной Америки, ну просто покажутся прогулкой в парке, понимаете. Проблема вся в том, что Трамп, если он сейчас начнет опять разговор о Аль-Каиде, об Айсес, о представителях мусульманских террорганизаций, ему опять же, тут же на него подадут в суд, что он имеет какую-то предвзятость к мусульманам, понимаете. Поэтому сейчас это не очень сильно распространяется, это не очень сильно обсуждается, но тем не менее, все-таки эти вбросы, они уже продолжаются больше полутора лет. Кстати, вот то, что сейчас выдали информацию вот этому представителям Ал-Каиды, вы понимаете, что таких представителей вылавливается, таких желателей, таких мечтателей перейти через границу, их огромное-огромное количество. И самое интересное, ведь демократы абсолютно не принимают этого внимания. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. то, что вы назвали билами, вы совершенно правы, но мне кажется, что вы не правы, что они не понимают, им просто плевать. Ведь 11 сентября было не в какой-то другой стороне, а в этой стороне, извините. Да. И все знают этот опыт. Им плевать, так как коммунистическая партия жертвовала своим народом, эта партия превратилась в коммунистическую, им плевать, сколько, как говорится, сколько американского народа погибнет. Главное дорваться до власти и править вечно, как коммунистическая партия любая. Понимаете, вот смотрите, что делается в Венеселе, до чего он довел народ, и ему только Россия сказала, сиди, он с удовольствием остался, он уже был готов уходить. Понимаете, поэтому главное вечно править, а все остальное плевать. Понятно, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый месяц границу, через мексиканскую границу проходят более ста тысяч нелегалов. И Трамп, как и желая остановить этот поток, желает ввести 5-процентную пошину на товары из Мексики. Да. Я понимаю, вот демократов, они как бы заодно с этими нелегалами, но почему вот стали в эту в пользу нашей республиканцы. Им что, непонятно. Я вам скажу почему. Спасибо большое. Это, кстати, очень классный вопрос. Послушайте по радио, потому что абсолютно правильный вопрос имеет место быть. Значит, почему вот эти 7 республиканцев проголосовали вместе с демократами? Смотрите. К сожалению, сегодня в Палате представителей большинство демократов. Так? Теперь, если бы эти республиканцы даже не проголосовали бы вместе с демократами, все равно бы демократы протащили бы этот закон. Так? Теперь, те, которые, если вы посмотрите на фамилии людей, представителей, которые проголосовали вместе с демократами, вы увидите, что из них 4 это абсолютные Невер Трамперы, причем на это нужно, включая, там есть один такой Фицпатрик, который, но он просто, если бы он, если бы сегодня Трампа убрали с поста, это у него бы был в доме просто праздник. Вот, поэтому, тем не менее, если вы посмотрите, это 4 из них Невер Трампы, 3 человека, которые должны избираться в 20-м году. И, вы понимаете, они сыграли так называемую продажную карту, то есть, они продали свои голоса демократам, скорее всего, не за деньги, скорее всего, за какие-то будущие одолжения в их сторону. Вот, как не печально это констатировать, но это политика, это грязная политика, но, тем не менее, вы сами прекрасно понимаете, политика, это так называемый закон от, по-английски, это give and take, то есть, бери и отдавай. Вот, поэтому они проголосовали вместе с демократами, то есть, они правильно посчитали, не то, что я их оправдываю, но, играя в шахматы, иногда есть смысл пожертвовать слоном, для того, чтобы потом поставить шах, например, да, поэтому они выбрали вот такой путь, но они его выбрали именно потому, что, по-любому, демократы бы протащили свой закон через палату представителей, это раз, во-вторых, они знают прекрасно, что, попади этот закон в Сенат, его там все равно зарубят, то есть, это вот такая политическая игра, ну, как говорят американцы, «It is what it is». Так, насчет того, что происходит на границе, ну, то, что мы знаем все о том, что в мае месяце прошли границу в районе 140 тысяч человек, 140 тысяч, и с этим невозможно не бороться, но проблема в том, что, опять же, зная демократов, вот смотрите, проследите такую логическую нить, когда Трамп, когда заходит разговор о стене, о постройке стены, демократы тут же, тут как тут, вместе со средствами массовой информации и так далее, они тут же говорят, что вот стена, это нерационально, это дорого, есть совсем другие способы, есть вот эти дроны, есть электроника, есть там колючая проволока, есть это, 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 да, теперь, смотрите, у нас проблема на границе уже больше полутора лет, почти два года, проблема на границе, вот кто из вас мне скажет сегодня, из того, что республика, прошу прощения, из того, что демократы предлагают взамен стены, что они ввели в действие, они ввели в действие дроны, нет, они ввели, они поставили на границе больше камер просматривающих устройств, нет, они построили больше заграждений с колючей проволокой, тоже нет, понимаете, то есть, почему Трамп так борется именно за стену, это не потому, что он дал обещание во время выборов, что он эту стену построит, нет, дело не в этом, он прекрасно понимает, что если не построить стену, демократы палец о палец не ударят для того, чтобы как-то закрыть, просто палец о палец не ударят, потому, что за все это время уже можно было, ну, хотя бы повесить там над границей штук 300 дронов, может быть, даже с пулеметами, ну, это я шучу, конечно, но повесить штук 300 дронов, которые бы облегчили, может быть, хотя бы слежку за границей, повесить еще какие-то камеры, то есть, делать то, что они предлагают, причем, они это предлагают абсолютно открыт, абсолютно реально, они говорят, ребят, зачем нам стена, давайте вот это построим, вот это построим, мы можем то сделать, мы можем это сделать, да, можем, слон тоже может съесть три тонны орехов, но кто же ему их даст, вот то же самое с демократами, да, мы можем построить это, 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 но кто же это будет строить, понимаете, вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь все очень просто и цинично, на самом деле, как было сто лет назад. Большевики, меньшевики, кадеты, эти в белых перчатках стараются, так сказать, себя ввести прилично, а эти нужна любым путем власть, вот и все. Да, 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 абсолютно. Абсолютно, спасибо большое. Понимаете, поэтому Трамп, он прекрасно понимает, что если не поставить эту стену, значит, это будет просто день открытых дверей, заходи в Америку, кто хочет и тащи с собой кого нужно. Понимаете? И самое страшное, то еще раз, смотрите, если раньше, вот до Трампа, да, переходили границу мексиканцы, в основном это были одинокие мужчины, действительно, это было так, те, которые за этим следили на протяжении отрезка времени, мы знали, что переходили нелегально границу. Мексиканцы, переходили они ее в поисках работы, для того, чтобы здесь как-то обосноваться, ну и потом начинать потихонечку одно из двух, либо зарабатывать здесь деньги и отсылать их в Мексику, либо ходить туда-сюда челноками, потому что, в принципе, граница была, ну, как решето, их никто так особенно не останавливал. Добрый день, мы в эфире. Американцы, Леонидовна. Алло. Я думаю, что вы ее знаете. Конечно. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Опять же, это мы с удовольствием, поверьте мне, мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы, вот, господин Гиндлер здесь выступал почаще, к сожалению, не всегда совпадает время, возможности, я имею в виду, вот, по графикам и так далее. Но ваши абсолютно пожелания приняты, и мы с удовольствием будем стараться почаще этих людей. Я сам обожаю господина Гиндлера, ну, и поэтому будем стараться. Итак, тем не менее, значит, раньше одинокие мексиканцы переходили границу, они не представляли, в принципе, никакой большой опасности. Да, они были нелегальные, но они были тихие, спокойные, и, в принципе, ну, это действительно люди, которые приходили, они приходили сюда на сезонную работу, или они приходили сюда, ну, в надежде на то, что оставшись здесь, произойдет амнистия. То есть, это были, в принципе, терпимая ситуация. И все об этом знали, и все как-то к этому относились. Так, ну, ни шатка, ни валка, и даже те же республиканцы, вот, со времен Регина, когда его там взули на 2,5 миллиона нелегалов, пообещали, давай сначала их легализуем, а потом будем делать реформу. Он согласился, легализовали. Конечно же, никто реформу не провел. Ну, оно так постепенно, оно вроде бы и было. Но ведь сейчас границу переходят все те, кому, во-первых, не лень, а во-вторых, то, что мы не имеем возможности действительно проследить за тем, кто же все-таки переходит нашу границу. Ведь, вот вы видите в том, что, то, что некоторые, которые переходят, они не совсем дружелюбные, включая членов банды МС-13. Причем, вот эта банда, для тех, которые немножко, ну, не совсем понимают, что это такое, дорогие мои, это не бабайка, которым всех пугают, там, деток и людей, которые не знают. Нет, это реальная банда, причем банда, которая абсолютно ни перед чем не остановится для того, чтобы взять власть в определенных районах в свои руки. А берут они эту власть тем, что они либо избивают, либо, как говорится, ну, вбивают вот эту покорность в людей в этих районах. Допустим, один из районов это Лонг Айленд в Нью-Йорке. Это когда-то была абсолютно замечательная, шикарная эре, те, которые знают. Там стоят хорошие, нехилые дома. И вот они почему-то избрали именно вот Лонг Айленд одним из своих пристанищ. Точно так же, как, в принципе, и в Калифорнии. Причем они в Калифорнии там такую бойню устроили, что мама не горюй. Так вот, эти люди, они переходят границу, как говорится по-американски, at will. То есть, вот захотели, перешли. Причем они приходят, сдаются. Вы сами весь сценарий понимаете. Поэтому Трамп так борется за эту стену. Он понимает, что это единственное наше спасение. Иначе тут будет, ну, не очень хорошо. А насчет, кстати, 9-11, те, которые здесь жили на тот момент, до 9-11, вы прекрасно помните, что эта страна была просто страна непуганных газелей. Тут не было никакой security. В аэропорт можно было зайти кому угодно, когда угодно. Я помню, когда я летал по работе куда-то, моя жена меня встречала прямо у чуть ли не трапа самолета. То есть, вот при выходе в гейт туда пропускали людей абсолютно спокойно. Понимаете? И тоже мы знали четко, мы были уверены в том, что на нашей земле теракта быть не может. Почему? Потому что единственные теракты, которые здесь произошли, это был в 93-м году взрыв вот этого World Trade Center, который взорвали два белых американца. Один из них Тимоти Маквей и второго, я не помню, как его зовут. Понимаете? Поэтому сейчас создается такая же ситуация. Мы являем собой непуганных газелей, которых просто вот, ну, ни в один счет не ставят. Правильно сказал человек, что мы никого не интересуем. Наши жизни никого не интересуют. Главное это власть. Вот. Поэтому, ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом мы сегодня остановимся. Спасибо огромное за то, что были со мной, за то, что участвовали. Еще раз во вторник неполиткорректное ток-шоу будет в 12 часов дня вместо Яна Йоффе программы. Поэтому подключайтесь, будем общаться. Всем хороших выходных, будьте здоровы и до будущих встреч.